самостоятельная работа сейчас мы занимаемся свод анализом инструмент анализа внутренней и внешней среды человека а также может используется для анализа внутренней и внешней среды бизнеса или компании простая на первый взгляд матрица который позволяет увидеть и оценить сильные и слабые стороны организации или человек и определить возможность или угрозы аббревиатура свод означает с strange сильные стороны w weakness слабые стороны о оппотюнитесь возможности идти 30 угроз свод анализ заставляет нас подумать о настоящем о прошлом и о будущем если вы знаете как живете сегодня но не представляете как вам жить завтра свод анализ позволит вам понять это и спланировать процесс своего развития факторы свод анализа позитивные и негативные позитивным относятся сильные стороны и возможности к негативным слабые стороны и угрозы сильные и слабые стороны это внутренние факторы которые управляемы а возможности угрозы внешние факторы внутренние факторы касается непосредственно вас или вашего бизнеса в то время как внешние внешней среды которые вас окружают сильные и слабые стороны позволяет увидеть настоящее течение дел, тогда как возможности и угрозы сосредотачиваются на будущем, что происходит и что может произойти. Сильные и слабые стороны свод анализа находятся под вашим контролем, их можно изменить в течение времени. И наоборот, возможности и угрозы свод анализа обычно находятся вне поля вашего контроля, но есть такое упражнение локус контроля, когда мы рассматриваем каждую сторону и пытаемся сделать так, чтобы ей можно было управлять. Вы сможете пробовать и планировать управлять ими или влиять на них, и в конце концов они тоже будут зависеть от вас. Я вам предлагаю делать свод анализ не в целом в общем, а разбив его на критерий, выбирая что для вас наиболее важно сейчас. Это либо карьера, либо бизнес, здоровье, семья, друзья, душа, финансы. Выберите любую, любой из этих критериев и сделайте свод анализ по нему. Захотите еще сделать по другому критерию? Пожалуйста. Техника. Вам нужно подготовить 8 чистых листов бумаги формата А4. Каждый чистый лист нужно подписать. Возьмите первые четыре листа и каждый из них подпишите. Первый. Мои сильные стороны. Второй. Мои слабые стороны. Третий. Мои возможности. Четвертый. Мои угрозы. Сильные стороны. Сильные стороны это то, чем люди отличаются друг от друга. При данном подходе мы идем от ваших сильных сторон. Успешные люди знают свои возможности и ставят цели немного выше своего уровня, а менее успешные люди, не зная своих возможностей, ставят перед собой нереально высокие цели. В сущности, успешные люди строят как личную жизнь, так и карьеру на своих талантах и сильных сторонах характера, которые они умели распознать и развивают их. Что же касается слабых сторон, они их держат под контролем. Так вот, начинаем с сильных сторон. Вопросы, которые я вам предлагаю, и критерии. Так вот, выбирайте любой критерий и отвечайте на эти вопросы. Используйте предложенные вам критерии и вопросы по каждому блоку, чтобы разогнаться. Вопросы даны ориентировочные. Вы можете использовать свои, но этих вполне достаточно. Дополнение. Вернемся на секунду к совету директоров. Помните, мы вчера делали это задание. Выберите 3-5 человек, чье мнение для вас важно. Это могут быть члены семьи, как я уже сказал, друзья, клиенты, наставники, кто угодно. Позвоните им и попросите их подумать. Или напишите им, пусть они вам в ответ напишут. Два-три сильных стороны, а может быть 2-3 стороны, которые вам требуется развить. Это будет очень хорошая для вас подспорь. Дайте им необходимое время на размышления. Итак, ваши возможности. То, что может в ближайшее время произойти с вами, если вы начнете прикладывать усилия. Вновь вопросы и критерии для этих ответов. Зоны развития. То, что в вас может развиваться. Напомню, что возможности – это внешние условия. А развитие, зоны развития – это ваши внутренние условия. Я тоже приготовил здесь для вас вопросы, которые вы можете внимательно почитать и с них начать работать. Угрозы. Угрозы внешнего мира или угрозы тому, что вы ничего не будете делать. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с вопросами и отвечайте на них в рамках тех критериев, которые вы для себя выбрали. После того, как вы заполните первые 4 листа, посмотрите на этот рисунок и разложите заполненные листы так. 2 сверху – возможности и угрозы, 2 слева – слабые и сильные стороны. Так, чтобы у вас осталось место для 4 листов на пересечении разроженных. Первый – возможности и сильные стороны. Второй – сильные угрозы. Третий – слабые и возможности. Четвертый – слабые угрозы. На основании размышлений будем заполнять этих листы и создавать план действий. Окно возможностей. Итак, первый результат. Посмотрим на сильные стороны и на возможности. Мы сейчас окно возможностей будем заполнять следующим образом. Берем возможность номер один и сильную сторону номер один. И задаем себе вопрос, как я могу использовать свою сильную сторону один, чтобы развить возможность номер один. Затем берем сильную сторону номер два и говорим, как я могу использовать сильную сторону номер два, чтобы использовать возможность номер один и так далее. Сильная сторона три, возможность один. Как только вы закончите, с первой возможностью переходите ко второй, задавая себе те же самые вопросы. Как я могу использовать возможность два, используя сильную сторону один, два и так далее ваша задача пройти все возможности и все сильные стороны если вам нравится наоборот то как вы можете использовать сильную сторону при наличии возможности выбирайте любой вариант ответа который вам больше нравится а теперь будем копать еще глубже задумайтесь над возможными вариантами сочетания ваших блоков для того чтобы создать на основе окна возможностей ваш будущий план развития в наших следующих днях он вам очень понадобится как сильные стороны влияет на возможность как мы используем сильные стороны или можем их использовать для того чтобы снизить потенциальные угрозы как мы используем возможности для развития слабых сторон что мы делаем чтобы слабые стороны не превратились в угрозы пожалуйста комбинируйте отвечайте ищите для себя оптимально интересные варианты развития в свод анализе это очень простая матрица с очень глубоким подходом